Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минско-городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более полутора тысяч пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 23 человека. Минск чрезвычайный. Очередной балкон пострадал по вине курильщиков на минувшей неделе в Минске. Пожар произошел в 19-ти этажке на улице Наполеона Орды. Случилось все из-за брошенного свыше расположенного этажа окурка. Благо потушили пожар достаточно быстро и огонь в квартиру не проник. Чаще такие пожары случаются в жаркое лето. Распахнутые окна, открытые на проветривание стеклопакеты, как баскетбольная корзина, принимают опасный бросок. Ну а дальше как повезет. И хорошо, если обошлось без жертв и ущерб измеряется только деньгами. Но найти виновника зачастую невозможно. Помните, что небрежно брошенная с балкона сигарета не только признак хамства и беспечности, но и серьезная угроза опасности окружающим людям, а также правонарушение, за которое по закону предусмотрен штраф. Минск чрезвычайный. Во вторник около полудня в Минске загорелся пассажирский автобус. ЧП произошло на перекрестке улицы Уманска и проспекта Держинского. Возгорание произошло в моторном отсеке. К счастью, инцидент не имел серьезных последствий и никто не пострадал. Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки. Предположительно, по этой же причине в выходные на Долгиновском тракте сгорел Ниссан Премьера. А на проспекте Независимости спасатели тушили ВАЗ-2101 и легковой автомобиль Хендай. Правда, в последнем случае подозревают поджог. Минск чрезвычайный. В выходные на Тнянском водохранилище в Минске спасли ребенка. 13-летний мальчик отдыхал вместе с мамой и играл с мячом. Когда мяч улетел в воду, мальчик решил достать его сам, так как умеет плавать. Но расстояние до мяча оказалось слишком большим. Ребенок начал тонуть, хлопал по воде руками, пытаясь привлечь внимание. Его спасли и госпитализировали в больницу. Соблюдайте правила безопасности на воде и обязательно слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова